В Оренбургской области освобожден гражданин Белорусской республики. Эта информация в минувшие выходные облетела все информагентства. В статьях говорится, что неподалеку от села Бородецкое на рыбной ферме более 12 лет в рабстве у экс-полковника МВД находился мужчина. И в эти выходные его якобы успешно освободили из плена. Накануне Алексей Карпухин, которого и называют рыбовладельцем, дал интервью в СМИ, заявив, что никаких рабов не было, а пенсионер Николай Шпак находился у него по доброй воле. Интернет-страницы пестрят информации. В области завелся полковник полиции, рабовладелец. В пяти километрах от села Бородецкое у него рыбная ферма, на которой более 12 лет силой удерживали 67-летнего мужчину. Якобы он неоднократно пытался бежать, но его возвращали. А семья 12 лет не знала о его местонахождении. За это время мужчину успели похоронить. Такова информация со слов самого раба в кавычках Николая Шпака. А человек, которого он обвиняет в рабовладении, Алексей Карпухин, заявляет, мало того, что оговорили, так еще и шум подняли. Почем зря. Уходил он, загуляли, да, это было в деревне, он 3-4 дня пропадал. После Нового года вернулся, стал молчаливый, весь раздражительный. Вот даже там люди, которые, это не с моих слов, я даже, оказывается, сейчас вот узнаю, они мне не говорили, что там он на собак кидался, там злой с ними ругался. Весь был не в себя. Алексей Карпухин в прошлом прапорщик полиции. Осенью начал строиться. Говорит гражданина Белоруссии Николая Шпака, так как ему и жить-то было негде, пустил в свой строящийся дом. Он чистил снег и топил печку. Денег за это не получал. Карпухин привозил ему продукты, сигареты и лекарства. Сейчас хозяин дома говорит, что Николай Шпак, который жил у него, исказил ситуацию. Только для того, чтобы без проблем вернуться на родину. Ведь без паспорта проделать это было бы сложно. Про судьбу пенсионера Николая Шпака известно, что в 2001 году он приехал в Оренбург. В 2005-м потерял документы. Жить в селе Бородецкое стало только осенью 2012 года. Его вызволением занимались волонтеры. И сейчас говорят, что всю эту ситуацию этот мужчина Шпак выставил только для того, чтобы просто вернуться домой. Потому что у него нет документов, вся эта шумиха ему поможет. Вам не кажется, что он просто эксплуатирует это все? Вы знаете, не кажется, потому что этого рабочего, вот этого человека искал очень долго, когда он пропал. И за сутки до этого он приходил в Геншалка местному врачу, который дал позвонить. Карпухин пытается прийти в себя после такого внимания средств массовой информации. А Шпак, который считает себя рабом, находится в Уфе и планирует обратиться с заявлением в полицию. Следственный комитет занимается проверкой по факту.